Представьте себе такую ситуацию. Работали вы, работали много лет и жили в общежитии. И спустя многие годы вдруг выяснилось, что общежитие приватизировано, а вас вышвыривают на улицу. Сегодня, 15 мая 2013 года, выселенные жильцы общежитий, коих в Москве полным-полно, пришли протестовать к приемной правительства Москвы. Когда пройдены все инстанции, вплоть до суда, становится понятно, что государству граждане не нужны. Лишился дома – твои проблемы. Чиновникам неинтересны люди, с которых нечего взять. Происходит постоянное нарушение прав жильцов общежитий. Причем, что характерно, что если мэрия поняла, что городу нужны медики, и, к счастью, по Симферопольской, 19, уже начали давать договора с соцснаем, и это нас очень радует, что мэрия проявила в этом плане добрую волю и департамент жилищной политики, то, что городу нужны другие люди, допустим, авиастроители, допустим, инженеры коммуникационных служб, допустим, просто люди, которые работали на предприятиях, всю жизнь теперь рассчитывают, что их не будут гнать на улицу. Мэрия еще, судя по всему, не поняла, и мы надеемся попытаться как-то в очередной раз докричаться до них, что ли, достучаться. Я уже 30 лет живу в Москве, работаю, и до этого дня у меня нет никаких документов на жилье, которое я занимаю. А как так получилось? Ну, департамент жилья и правительство Москвы не соблюдают законы элементарные, которые прописаны в федеральных законах. Я устроился на работу для улучшения своих жилищ, ну, 96-го года в районе Прображенске. Мне обещали жилье. Ну, мне дали по договору найму. Я жил по договору найму до 2012 мая. Ну, дом признан аварийным, нас выселили. Отселяли на соседнем корпусе. Пока живите, мы дадим вам, найдем вам жилье. А осенью, когда пуск отопления был, отрезали горячую воду и отопление. Зимой и января 2013 газ и холодная вода и свет. Почти мы до сих пор и живем, и таким образом. Ну, в 2010 году мне показали жилье. Ну, двухкомнатную квартиру. Ну, там ходатайцы писали главу права префектуры, что предоставили мне эту жильплошадь. Ну, в это время префект снимает должность и последующий главу права. И это вопрос только остался на бумаге. Эта квартира, когда нас выселили в мае 2012 года, я более 16 лет жил в этом жилищной квартире. И мне выселили оттуда, дали другой человеку эту квартиру. А сейчас с детьми, двумя несовершеннолетними, почти живу на улице. Но если крыша дома есть, это не значит ни газа, ни вода, ни горячая вода, ни света. Не вообще так и живем. Он посылает нас везде. Говорит, вам президент обещает, идите президенту. У вас в Государственную Думу принял закон, идите в Государственную Думу. Как вот некоторых посылать, по Перемскому, еще куда. Любимое слово, куда они обратились, идите в суд. Вам глава ухода. Идите в суд. И все. В суд приходим, а суды ангажированы. Даже не понимая, что у человека какие-то есть элементарные права, которые установлены законом. Что человек, если живет в жилом помещении и за него платит, у него на это хотя бы должны быть документы. Я не говорю там договор, должен быть документ. 30 лет проживая в Москве, ни одного документа нет. Они делают людей изгоями. Они просто средь белого дня, по мутным, непонятно каким свидетельствам, вместе с Росрегистром, оформляют это, не выводя из жилого, а где-то выводя. И забирают. Себе в собственность, просто, как нежилой фонд. Выселили нас из решения суда, как нежилое помещение. Но мы в этом помещении 32 года прожили. Это в 80-х годах был лимит, затем 32 года. В общем, вы сами понимаете, что у меня уже дети, внуки, и на данный момент я нахожусь на улице. Если бы я знала, что у нас такой суд, я бы никогда не переступила порог. Если они будут нарушать, значит, тогда будем доверять. Если нарушения не будет, тогда на общественном порядке будет. Значит, мы никого не будем. Отчаяние – единственное слово, которым можно описать состояние бездомных людей. Если чиновники лгут, связанные круговой порукой, если справедливости не добиться и жилья не получить, остается одно – поставить палатку прямо под окнами бессердечных чинуш, где и поселиться. Ну и этого не дают сделать вечно бдящие путинские бобики в погонах. Тащат и не пущают. Хотя и догадываются – система однажды выплюнет и их тоже. Но главное – не сегодня. Ну, пасаран! Вы забыли представиться. Представьте? Я представился, Наталья. Младший зерлант вверх. Нет, не представились. Девушка, пойдем. Младший зерлант в какой? Ожерелье. Ожерелье. Пойдем. Рядовой. Рядовой Калинин. Ожерелье, Фрядовой Калинин. Для списков люстрации пригодятся. Рядовой Калинин. Да как? Вот так. Удали команду. И если мы надавим вдвоем, то стены рухнут, рухнут, рухнут. И свободно мы вздохнем. Россия будет свободной. Путин будет казнен. Путинская Россия – страна удивительных и исключительных прав. Вас имеют право выселить. Вас имеют право арестовать. Единственное, что вы не имеете права отстаивать свои права. Саша Сотник, Дмитрий Мелехин. Политвестник ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова